и все мои дорогие друзья с вами льва в этом видео я расскажу истории с детского лагеря как вы все знаете есть детские лагеря в россии в дворуссии в украине без разницы где но они есть я буду детском озарительном лагере дос энергетик да как то так ли там вообще не понравилось если честно но я скажу вам и истории из этого детского лагеря а мы начинаем первая история вообще какой-то пипец я вообще не понимаю как такие люди вообще живут у нас вообще в мире я просто хочу чтобы они просто исчезли и все это варит а у меня всегда у меня иногда я был состоятельным мальчиком и меня было всегда конфеты и шоколадки печеньки соки всякие вот эти вот штуки и у них ты или особенно конфеты я покажу там мальчик в шкафу роется и это такое такое а чё ты делаешь на такой ну ты же мне разрешаешь да и такой нет ну блин ну тогда ладно я вообще ахуева таких людей которые вот ну ты же мне разрешаешь наверно нет я разрешаю ну вот и когда я сказал первый там нет он там просто отстал а еще и чем я эту мальчик раздавал интернет и он зато за все 800 рублей которые он у меня взял ну типа в долг ну типа ну ты же мне разрешаешь он мне вернул только сотку да ну такой вот пипец у нас происходит в лагере на в россии это происходит да я понимаю что россия только священная страна но вообще капец полный я не понимаю таких людей честно осуждаю воровство и не поддерживаю и вторая история у нас это о том как я побывал медпункте целых четыре мать его раза как это все было у нас был такой мероприятие где мы могли бегать по газонам там искать всякие флаги захват флага да такой режим был в становке на ту ерс и вот такой вот кстати у меня геймплей снова пища как это было так что я убегу бегу спотыкаюсь ударяюсь в дерево там лицом в дерево но не в лицо прям ну головой где-то там частью головой ударяюсь в дерево мне лечат воду но не лопну в голову потом следующее вот я выхожу из медпункта иду спотыкаюсь об бордюре об бордюре и просто ногу себе стригать просто боже ничего не успели меня записать так я сразу же пришел к ним обратно к ним это подразумевается типа ну вот обратно в медпункте тут и вот я снова там полечили коленку мазью замазали там с енкой помазали вот это вот все типичное типа полезное народное и вот последний раз как я побывал в медпункте это так я иду я уже не иду я просто сел на скамейку и сидел я был тогда футболке такой огромный большой и ко мне шмель я его дразнил шмеля типа уходили сюда шмель и он залетел ну не знаю как это пчела просто залетел мне в подмыху и просто как я помню это чувство у меня вся подмыха подмыха была опухшая это капец да больно было а следующая у нас третья история это о том как у нас как какой-то нехороший человек который любит наших там другой пол ну вы понимаете какого я пола и такой тоже такой взрослый человек такой любит противоположный поток а чуть поменьше своего возраста я не удалю его здесь не канал не удалят так что это короче ну вы понимаете кто не понимает ну по фиг с ним да вообще фиг с ним как это произошло это произошло так типа вот девочку напоили каким-то говном потом в туалете и и ну вы поняли в туалете и но пока кого в туалете хорошо дают вот только конечно вот другой пол зашел к ней в туалет случайно совсем случайно вот и потом этого из мужика искали в маске анонимуса то есть он был в маске анонимус девушек короче пипец и короче при этом на этом же мероприятие на котором был прошлая история прикапались к каждому мальчику которые были шорты а эта девочка объясняла типа мужик в шортах в маске анонимуса в капюшоне это уходит одевая свои ну одевая свои одеяния и выходят из вообще этого на вот так вот он одел свои одеяния вышел с туалета таковы девочка плачет все пипец полицию не вызывали просто а я и ай лагерь решил подумать почему бы не 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 сделать я не себе проблем а просто подкупить девочку стекло всего такими там десяти тысячами рублями родители все написали а они не согласились короче полиция т.д. п.п. 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 ну короче вот такая вот фигня на самом деле я надеюсь youtube не банит просто история это было в этом году да в этом 2022 году в июне это больше погода очень сильно плохая и сейчас вам скажу четвертую историю а четвертая история это у нас о том как вообще все фигня как это вообще прямо от жуткого к паранормальному я вот вам кое-что можете посчитать меня шизиком может посчитать меня каким-то дауном но если это так то напишите в комментариях короче а я ух ты едва сливая в телефоне того же фу все устал я выключать фасаду на заразку сложусь и вижу что две открытая то есть она на напряжение а мы ее всегда закрывали а потом медленно открылась и я вижу огромное не человеческое силуэт чёрный похож на мужской но это не наш вожатый был вожатый тоже мужик но не такого бы огромного размера что прям ну который подходил я я сижу мне очень сильно страшно я всем и говорю ахахаха они там смеются хахахаха вот ну ух ты что ты напридумаешь ли это наш вожатый ну блин я же не знаю как выглядит вожатый и как выглядит этот мужик который был в окне ой в двери мне очень сейчас страшно ну тогда было страшно страшно и вот как то так и если честно мне тогда было не до шуток потому что я боюсь что он второй раз придет а может он не первый день и первую ночь там стоит а я просто не замечаю телефона так 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 что вот и далее я ночью встаю как да мне страшно потому что я чувствую что когда я встаю за мной кто-то наблюдает вот вот так вот а вы говорили что парламальщины не существует но и кто и говорит что парламальщины не существует ну на этом все если вам понравились эти истории из лагеря и хотеть больше историй в моей жизни то тогда ставьте лайк подписывайтесь на мой канал подписывайтесь на мой канал покупайте голду с вами был я для 2 всем удачи всем пока 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 всем пока пока пока